Исторический магазин сладостей ручной работы в Стамбуле. Любимое место покупки деликатесов как для самих турок, так и для гостей города. Но обычного торгового оборота во время и после новогодних праздников здесь нет. Причина – высокая инфляция в стране. Коробка традиционных турецких сладостей стоит около 180 лир. В пересчете это почти 10 долларов, что на 80% больше, чем в прошлом году. «Много лет назад мы могли легко прийти сюда и купить всё в этом магазине. Но сейчас одна коробка сладостей стоит сотни лир. Это слишком дорого». По сравнению с тем же периодом прошлого года товарооборот, проверенного временем магазина, упал почти на 30%. Кроме того, растут цены на орехи, мёд и другое сырьё, а также на воду, электричество, газ и эксплуатационные расходы, что оказывает большую нагрузку на бизнес. «Сейчас мы пробуем применять гибкие планы продаж в соответствии с бюджетом клиентов и пожеланиями предоставить им больше возможностей, таких как меньшие по размеру упаковки. У меня много ожиданий от Нового года, и моё самое большое желание состоит в том, чтобы экономические трудности скоро закончились». Правительство Турции трижды повышало минимальную заработную плату с января 2021 года, которая сейчас составляет 8,5 тысяч турецких лир, около 455 долларов США. Как пишет издание Foreign Policy, согласно недавно проведённому опросу, более 70% людей в возрасте от 18 до 25 лет заявили, что предпочли бы жить в другом месте, в то время как более 60% заявили, что не видят хорошего будущего в Турции. Турция потеряла третье место в мире по числу миллионеров, говорится в отчёте Республиканской народной партии, которая является основной оппозиционной силой партии президента Турции Раджепа Таипа Эрдогана, партия справедливости и развития. В отчёте, опубликованном в 2021 году, говорится, что за три года, предшествующих 2021 году, Турцию покинули 23 тысячи бизнесменов, в том числе 10 тысяч миллионеров. Стефани Глинский, журналист для Foreign Policy. Падение экономики наряду с политическими репрессиями вынуждают молодых турок всё чаще искать своё будущее за границей, тогда как Эрдоган, похоже, сделал ставку на молодёжь в этой президентской кампании. Во время объявления новой даты выборов, которые изначально должны были состояться летом 18 июня, президент дал понять, что дату надо перенести, так как голосование совпадает с периодом летних отпусков. Выступая перед законодателями своей партии в парламенте 18 января, Эрдоган выразил надежду на то, что турки продемонстрируют свою реакцию на основной оппозиционный альянс. И произойдёт это в тот же день, что и в 1950 году, когда демократическая партия стала правящей партией, победив Народно-республиканскую партию, правившую Турцией с момента её основания, сообщает агентство Reuters. «Наша нация скажет, хватит этим сторонникам переворота, этим энтузиастам колониализма, этому амбициозному, но некомпетентному столу из шести человек, которые бросают нам вызов в тот же день, спустя 73 года, ещё раз». Стол из шести, о котором упомянул Эрдоган, это альянс оппозиции, состоящий из шести разных партий, от левых до представителей Исламской консервативной партии. Несмотря на разные политические программы, их объединяет два момента, пишет Европейская правда. В первую очередь стремление сменить власть Эрдогана в стране, а во-вторых, вернуться в парламентскую республику, где не было бы столь централизованной и консолидированной власти президента. Именно это главная особенность следующих выборов. Речь идёт не только о том, кто выиграет как человек, как кандидат, но и о том, каким будет политическое устройство Турции после 2023 года. Евгений Габер, Юрий Панченко, журналисты для Европейской правды. В середине декабря Стамбульский суд приговорил мэра Стамбула Экрима Моглу к двум годам и семи месяцам заключения. Его называют главным конкурентом действующего президента на выборах. Но шесть основных оппозиционных партий ещё не выдвинули кандидатов-президенты для участия в гонке. И тут вопрос заключается в том, позволит ли Эрдоган провести свободные и справедливые выборы, или же попытается удержать власть всеми возможными способами. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин. Для телеканала Freedom.